В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Дарья Дониченко. Здравствуйте! Военный учебный центр ЮРГУ провел экскурсию для регионального отряда «Юнармия». Участники юноармейского отряда «Огонь» посетили военный учебный центр ЮРГУ. На экскурсии школьникам из Миаса, Верхнеуральска, Ойлоги, Катафывановска и других субъектов Челябинской области показали современное стрелковое оружие и военную технику Вооруженных сил Российской Федерации. Познакомили с основными направлениями обучения, а также рассказали об особенностях каждой из кафедр в УЦ и ЮРГУ. Военно-учебный центр направлен на патриотическое воспитание молодежи. Так, школьникам рассказали о мужестве и героизме южноуральцев, героях России, проявленном ими как в боевой обстановке, так и в мирное время. Мы рассказываем историю создания военного учебного центра, историю создания армии, армии победительницы. Мы рассказываем о той технике и вооружении, которая имеется на вооружении нашей армии. Рассказываем о героях России. Упор, естественно, делается на героев именно Челябинской области. Во вклад наших тружеников, наших воинов Челябинской области в победе в годы Великой Отечественной, сегодня в ходе специальной военной операции. Юнармия – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в 2016 году по инициативе Министерства обороны Российской Федерации. Проект ориентирован на формирование нравственной позиции и раскрытие творческого и духовного потенциала. В рядах юнармии школьники получают дополнительное образование и совершенствуют физическую подготовку. На сегодняшний день в проекте принимают участие более 1 миллиона детей из 89 регионов России. В первую очередь, конечно, мы говорим о профориентации. У многих юнармейцев возникает желание связаться в будущую службу с военной службой. Это ни для кого не секрет. Либо с силовыми структурами, органами МВД и УФСИН, пожарные структуры и еще дети очень хотят в МЧС, либо пограничные войска. На вторую очередь, конечно, они знакомятся с героями. Они смотрят, как вообще военные себя ведут. Я всегда говорю, что погружение в военную среду действует лучше тысячи слов. То есть, когда ты видишь, как все не бегают, не кричат, оказывается, можно себя вести по-другому. Но вот на моих детей, в первую очередь, это воздействует так. Отметим, что подобные экскурсии проводятся в рамках сотрудничества военного учебного центра ЮРГУ с Челябинским военно-патриотическим фондом содействия юнармии. Редакция новостей, радио, а также телестудия ЮРГУ для школьников провели экскурсии по медиатажу нашего вуза. Участники трудовых отрядов школы 153 города Челябинска познакомились с медиатажом Южноуральского государственного университета. Так, в рамках экскурсии ученики посетили уникальный музей истории развития телевидения и радиовещания Челябинской области, продакшн-фотостудию, радио ЮРГУ, конвергентный ньюсрум и редакцию телекомпании ЮРГУ-ТВ. Сегодня нам показывали фотографии музея ЮРГУ, радиостудию, студию монтажа и много интересного. Больше всего меня впечатлила радиостудия и телевидение. Много новых знакомств и большие перспективы. Мне понравилось то, что мы сегодня попробовали себя в роли телеведущего. И еще мне понравились музеи ЮРГУ. Это уникальное пространство, где студенты могут реализовать свои идеи в области журналистики, медиа и коммуникации. Так, сотрудники редакции новостей ТРК ЮРГУ-ТВ провели для ребят интересную экскурсию, на которой школьники смогли погрузиться в профессию журналиста и узнать о ней интересные факты. Я бы хотела попробовать поступить на журналиста. Мне кажется, это интересно снимать и фотографировать. Мне кажется, журналисты видят то, чего не все видят. Я не знаю, получилось бы у меня. Также команда ТРК ЮРГУ-ТВ подготовила для школьников сюрприз. Ребята побывали в роли телеведущего. Каждый смог записать подготовленную новостную подводку на студии. Конечно же, интересная профессия о том, как рассказывают не уже сформировавшиеся специалисты, а студенты, которые обучаются своему ремеслу. Школьники окунаются в атмосферу университета, знакомятся с внутренней жизнью студентов, но и знают о новых профессиях. Подобные экскурсии направлены в первую очередь на профориентацию потенциальных абитуриентов. Они знакомят школьников с профессиями и их особенностями. Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер принял участие в заседании правления промышленников и предпринимателей, который прошел в Садке. Заседание правления Союза промышленников и предпринимателей было посвящено обсуждению ситуации в экономической сфере региона. Челябинская область вошла в топ-10 рейтинга инвестиционного климата. За пять лет в регионе появился целый ряд новых и востребованных масштабных производств. Больше внимания уделять подготовке кадров, продолжить реализацию проекта «Профессионалитет», формирование лабораторий будущего межуниверситетского кампуса. В рамках заседания правления промышленников и предпринимателей Южно-Уральский государственный университет подписал ряд соглашений с группой «Магнезит». Университет и группа компаний «Магнезит» заходят в кампус со своими лабораториями, чтобы позволить в будущем подготовить те кадры, которые будут удовлетворять как раз все отрасли. Отрасли радиоупорных материалов. После заседания ректор Южно-Уральского государственного университета и генеральный директор группы «Магнезит» подписали два соглашения о создании на базе вуза кафедры по подготовке специалистов для отрасли огнеупоров и об открытии на базе межуниверситетского кампуса лабораторий предприятия. Южно-Уральский государственный университет открывает Центр квантовой сенсорики международного уровня. Подробности смотрите в сюжете. Несколько лет в Юргу существует лаборатория квантовой инженерии света, руководителем которой является доктор физико-математических наук Сергей Кулик. Этим летом старший научный сотрудник лаборатории квантовой инженерии света Юргу Анна Потерова получила мегагрант на разработку проекта «Инфракрасная метрология на основе квантовой интроферометрии света» на базе нашего университета. Проект Анны Потеровой для Юргу стал одним из победителей в рамках 10-го конкурса программы мегагрантов в номинации для привлечения молодых ученых из-за рубежа в российские вузы. Сергея Павловича я знаю достаточно давно, с 2010 года, наверное. Я была студенткой в лаборатории Сергея Павловича в Московском государственном университете, защитилась у него тоже с дипломом по тематике квантовой оптики. Далее я поехала в Сингапур получать PHD, закончила там аспирантуру, проработала 5-6 лет. И вот сейчас возвращаюсь также в лабораторию Сергея Павловича Кулика, но уже на основе мегагранта в Челябинск. Грант рассчитан на два года. С осеннего семестра Анна Потирова одновременно с исследовательской работой начнет вести для молодых студентов и аспирантов семинар, связанный с темой гранта. Хотелось бы поработать больше со студентами, привлечь новых молодых ученых, чтобы лаборатория развивалась, росла. И вот я думаю, что это приоритетная задача тоже одна из, чтобы подготовить новое поколение. В ЮРГУ в лаборатории квантовой инженерии СВЕДа уже ведутся исследования по квантовой криптографии, вычислениям, проблемам передачи информации. Анна Потирова займется разработкой квантовой сенсорики сверхчувствительных датчиков и приборов, имеющих в том числе прикладное значение. С помощью инфракрасной спектроскопии мы будем измерять биологические объекты, разные газы, поглощения в газах с помощью использования квантово-оптических эффектов, а именно квантовой оптики и квантового света. Так как у меня уже есть свое научное направление, я решила его продолжать, потому что оно перспективное, оно имеет прикладные приложения. И хотелось бы эти фундаментальные исследования уже с помощью данного мегагранта реализовать для прикладных приложений. 13 июня в Объединённом центре ядерных исследований Наукограда Дубны Анна Потирова приняла участие во встрече победителей 10-го конкурса мегагрантов с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Между ЮРГУ и промышленной группой «Конор» подписано соглашение о создании факультета машиностроения и технологии на базе нашего университета. Факультет машиностроения и технологии – совместно созданный новый образовательный проект промышленной группы «Конор» и ЮРГУ. Он направлен на подготовку современных инженеров. Отметим, что Южноуральский государственный университет сотрудничает с предприятием не первый год. Всё решают не кадры, а правильные кадры. А правильные кадры у технических специалистов – это те кадры, которые, а, имеют качественное образование, и, б, имеют опыт. Образование получают в университете, опыт получают на производстве. Именно такая связь будет давать эффект для нас. Но я прекрасно понимаю, что, чтобы получить отдачу от сегодняшнего студента, который будет приниматься в университете, допустим, сегодня, то отдачу от него мы получим 10-15 лет. Пять лет будет учиться, потом пять лет будет вредить на производстве, и потом уже после этого мы будем получать какую-то отдачу. Но те, кто сегодня приходит в университет, через 15-25 лет будут определять техническую политику не только в Челябинске, но и во всей стране. На базе факультета машиностроения и технологии запустят уникальные образовательные программы системный инженеринг металлургических технологий, роботизация и инженеринг сварочного производства, автоматизация и инженеринг обработки металлов давлением, технологии цифрового машиностроения и металловедения, термообработка и физико-химия материалов. Данные направления имеют совершенно новое содержание и базируются на научном знании ЮРГУ и на накопленном опыте коллектива «Конор». Что такое образовательная программа? Образовательная программа – это, конечно же, в первую очередь, материно-техническая база, инфраструктура. Второе – это содержание образовательной программы. А в третьей – это опыт, которым мы закладываем ее реализацию. Потому что, ну, вот если мы с вами не владеем какой-то технологии, да, или не умеем что-то делать, ну как мы можем этому хорошо научить кого-то, кто хочет этому научиться. Поэтому вот перечень образовательных программ, которые мы как раз выбирали и наполняли наш совместный секундный факультет, он базируется на тех компетенциях, которые сегодня присущи как раз именно в «Коноре». То есть они являются действительно мировым лидером своей области, своей специализации. И образовательные программы подобраны именно таким образом, чтобы они как раз именно могли в себя впитать, взять в себя этот накопленный уникальный опыт производственной группы «Конора». Напомним, в феврале 2024 года в рамках рабочего визита в Челябинск президент Российской Федерации Владимир Путин посетил предприятие промышленной группы «Конор». Главе государства представили реализуемые совместно с ЮРГУ научно-образовательные проекты, в том числе и новый факультет машиностроения и технологии. Уже в новом учебном году факультет откроет свои двери для первых абитуриентов. До сентября текущего года планируется завершить ремонт западного крыла лабораторного корпуса ЮРГУ. Студенты факультета будут обеспечены местами практик на производстве, начиная с первого курса. Также планируется организация посещения обучающимися ведущих предприятий и гарантированное трудоустройство выпускников. Ситуация на рынке труда. Ключевые направления и задачи развития науки и образования области и многое другое. В Южноуральском государственном университете прошел совет ректоров высших учебных заведений. В Южноуральском государственном университете состоялось заседание Совета ректоров высших учебных заведений Челябинской области. В нем приняли участие президент ЮРГУ, председатель Совета ректоров Александр Шестаков и министр науки и образования Челябинской области Виталий Литке. Ситуацию на рынке труда и кадровые потребности в регионе, ключевые направления и задачи развития науки и образования области, создание и планы развития учебно-педагогического округа в регионе, промежуточные итоги размещения лабораторий промышленных и индустриальных партнеров на межуниверситетском кампусе мирового уровня. Так звучали темы повестки встречи. Сегодня мы говорили про большое количество различных вопросов. Совет ректоров как раз для этого и существует, чтобы мы обсуждали актуальные проблемы, которые стоят сегодня перед высшим образованием и перед наукой. Важно, что диалог настроен, важно, что с каждым университетом сейчас у нас выстраивается хорошее и интересное взаимодействие. И здесь благодарность как раз и Южноуральскому государственному университету за то, что сегодня аккумулировал эту повестку на площадке Совета ректоров. Конечно, будем с этим работать и дальше, чтобы у нас все получилось. Согласно указу президента Российской Федерации, от 28 февраля 2024 года основными задачами научно-технологического развития страны являются формирование эффективной системы взаимодействия науки, технологии производства, создание инфраструктуры и условий для проведения научных исследований, выявления и воспитания талантливой молодежи, формирование эффективной системы управления и модели международного научно-технического сотрудничества. В создании условий для решения этих и других задач по проведению фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, а также привлечения ученых, большую роль играет межуниверситетский кампус мирового уровня, который строится в Челябинске. Вопрос развития кампуса на обсуждении озвучил ректор Южноуральского государственного университета Александр Вагнер. На самом деле здесь Челябинская область находится в лидерах по проработке этих вопросов и очень много уже проработанных. Сейчас таки, наверное, самый актуальный вопрос, как раз именно вот некая систематизация, проработка финансовых пандерий, вот той продуктовой логики, которую в кампус как раз мы закладываем по всем трем направлениям. Мы сегодня решили, что за каждое направление будет закреплен ректор одного из университетов. Что касается именно продуктов, продуктовых всех предложений, у нас их очень большое количество. Это наши основные образовательные проекты университета, такие как факультет под Комер, факультет под ЧКПЗ, это передовая инженерная школа. Теперь мы, условно говоря, будем эти все процессы встраивать именно непосредственно в сам кампус. Также на собрании обсудили вопросы планировки помещений, список индустриальных партнеров и другие аспекты, касающиеся строительства межуниверситетского кампуса. В том числе подготовку к стратегической сессии формирования продуктовых проектов кампуса, посвященной обсуждению оценки рынка и финансовым вопросам. Военно-учебный центр Юргу получил копию знамен Челябинских дивизий времен Великой Отечественной войны. О том, как прошло мероприятие, расскажем в сюжете. В рамках празднования Дня России у памятника Вечного огня состоялось торжественное вручение копий знамен Челябинских дивизий, сформированных в Челябинской области в годы Великой Отечественной войны. Приглашенные гости, в числе которых герои России и участники специальной военной операции, вручили 14 знамен организациям и вузам нашего города. Так, в военном учебном центре Юргу будет бережно храниться знамя 181-й Сталинградской стрелковой дивизии, которая участвовала в освобождении Курска и Чернигова. Дивизия включилась в тяжелые и снурительные бои в районе северо-западного выступа Курской дуги. Бои происходили в условиях острой нехватки боеприпасов. Дивизия участвовала в освобождении Чернигова. Дивизия награждена Орденом Красного Знамени, Орденами Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени. 181-я Сталинградская стрелковая дивизия включала в себя 375-й Челябинский артиллерийский полк и была сформирована в 1943 году. За время Великой Отечественной войны формирование было награждено Орденом Ленина, Красного Знамени, а также Орденами Суворова и Кутузова. Восстановление знамен проходит на Южном Урале в рамках социального проекта «Полки Победы». В ближайшие годы планируется подготовить более 50 флагов, которые будут участвовать в параде Победы на главной площади нашего города. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы! Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах YouTube и YouTube, а также платформе Яндекс.Зен. До встречи в эфире! Вирусные инфекции наиболее активны зимой и весной. Помните, грамотная профилактика позволяет избежать многих болезней. Надевайте одноразовую медицинскую маску в общественных местах и уделяйте внимание гигиене рук. При любых признаках недомогания немедленно обратитесь к врачу. Относитесь бережно к своему здоровью. Больше полезной информации на сайте роспотребнадзор.ру